Около 600 тысяч наименований некачественных и небезопасных товаров на 11 миллиардов тенге завезли в Казахстан. Такие цифры сегодня в ходе заседания Верхней Палаты Парламента озвучил сенатор Андрей Лукин. По его данным, Национальный Центр Аккредитации выдал порядка 15 тысяч незаконных сертификатов и свыше полутора тысяч деклараций. Он заявил, что правительству необходимо усилить контроль в этом направлении и направил на имя премьер-министра депутатский запрос. Имеют место такие нарушения законности, как сертификация при неполном пакете документов, сертификация при предоставлении недостоверных сведений на товар, выдача подложных сертификатов, выдача сертификатов без осуществления обязательного выезда на завод-изготовитель, оформление сертификатов организациям, от которых зависим субъект аккредитации, осуществление сертификации вне области аккредитации, нарушение процедуры оценки и подтверждения соответствия. А вот сенатор Кумар Дюсимбаев обеспокоен качеством казахстанских дорог. По его словам, количество дорожно-транспортных происшествий из года в год возрастает именно по этой причине. В список самых плохих можно занести автодороги Атырауской области, сообщил депутат. Так, за период 2016-2017 годы произошло 65 происшествий. То уже за период 2018-2019 годы количество возросло до 111 случаев, в которых погибло 59 и получили ранения 209 человек. Отмечается увеличение интенсивности движения на автодороге Атрал-Уральск. В настоящее время нагрузка и интенсивность по дороге составляет 7 тысяч автомобилей в сутки, что не соответствует текущим параметрам дороги.